Привет, друзья! Пришло время приготовить супчик. Сегодня мы с вами приготовим самый любимый суп в Англии и в Ирландии. Лик-эм-поктейто суп, что в переводе картофельный суп с луком-пуреем. Традиционно этот супчик готовится на овощном или курином бульоне. Но если мы с вами добавим туда морепродукты и рыбу, он у нас с вами превращается в чаудер. Также чаудер невероятно любимый и популярный в Ирландии и в Англии. На сегодняшний день многие считают, что чаудер это американский суп. На самом деле нет. Еще 250 лет назад ирландские и английские иммигранты завезли этот рецепт в Америку. И американцы, конечно же, все начали крутить и вертеть. Они начали добавлять туда бекон, кукурузу, а кукурузу американцы очень сильно любят. Короче говоря, от исторически правильного чаудера ничего не осталось. Сегодня мы с вами приготовим два супа. Первый картофельный с луком-пуреем и чаудер с морскими гадами. Но начнем мы с вами с лукового супа. С чем традиционно ирландцы кушают луковый суп? Конечно же с содовым хлебом. Вы меня сейчас спросите, а где же мы его купим, содовый хлеб? Мы его не будем с вами покупать, мы сами сегодня его сделаем, так как он делается очень просто и очень быстро. Включайте духовку на 200 градусов. Приготовьте противень. Вырежите лист пергаментной бумаги. Пергаментную бумагу оставляем на столе, лист в духовку. Лист должен быть горячим. Итак, друзья, вот наши ингредиенты. Перечислять не буду, по ходу пьесы вы все узнаете. 120 грамм ржаная мука. Это в среднем стакан. 120 грамм обычная мука. 100 грамм мука грубого помола. Все просеяли. 20 грамм овсянки. 60 грамм пшеничной отруби. Столовая ложка тростникового сахара. Чайная ложечка соль. 8 грамм. Чайная ложечка пищевая сода. 8 грамм. Все сухие ингредиенты смешали. 2 полных столовых ложки оливковое масло. Смешали. И один из главных ингредиентов наш обычный кефир. Обратите внимание, что сейчас я его сюда не наливаю. Я жду, когда моя духовка наберет температуру 200 градусов. Потому что как только мы с вами смешаем кефир с мукой, получится тесто. Мы сразу его должны отправить все в печь. Духовка у меня 200 градусов. Начинаем готовить тесто. У меня в стакане. 330 грамм. Это ориентировочно полтора стакана. Все это дело заливаем. И мешаем. Все пропорции я вам дал уже отмеренные. Ничего не экспериментируйте. Сделайте так, как я вам предлагаю. Тесто не должно быть жидкое. Этот хлеб, вот это тесто, не нужно путать с дрожжевым. В дрожжевом тесте другой эффект. Когда вы делаете тесто более жидким в дрожжевом хлебе, он у вас получается пышный, объемный. Здесь же у нас с вами дрожжей нет. У нас здесь только сода и кефир. Эффект подъема в нашем тесте достигается за счет кефира и соды. И высокой температуры духовки. Как только мы поставим в духовку, начнется реакция, и наш хлебушек будет объемным. Еще раз я повторяю, не нужно сравнивать наш хлеб с дрожжевым. Он не будет пышный. Он будет достаточно упругий, рыхлый. Но тем не менее, невероятно вкусный. Его даже нет необходимости делать как обычное тесто. Вот, буквально ложкой его разровняли. Немного помассируем его рукою. Руку мойки. Достали лист. Он у нас горячий. Закрыли пергаментной бумагой. Руки смочили оливковым маслом. Достали тесто, сформировали. Делаем колобок. Разровняли. Надрезаем. Время запекания хлеба в среднем 35 минут. Заводите таймер на 30 минут. Затем я вам покажу, что мы будем делать. Хлеб у нас в духовке. Сейчас мы с вами сделаем оливковое масло с медом. Столовая ложка меда. Две столовых ложки оливкового масла. Раз. Два. Даже добавлю еще. Три столовых. Очень скоро вы увидите, для чего я сделал этот дрессинг. Так, друзья. Прошло у нас 30 минут. Наш состав. Оливковое масло и мед. Мажем хлеб. Слышите? Это говорит о том, что наш хлеб практически готов. Возвращаем в печь на 5 минут. Ну, друзья, наш хлебушек готов. Необходимо его переложить на решеточку. Невероятное вкуснятие, я вам скажу. Этот хлеб очень полезный, потому что в нем нет дрожжей. Мы использовали несколько сортов муки. Добавляли овсянку. Этот хлеб прекрасен будет на завтрак. От него у вас не будет никогда изжоги. Этот хлеб невероятно сочетается с нашим соленым и копченым лососем. Посмотрите это видео. Помажьте этот хлебушек маслицем. Чаек с лимоном. Ох, это прекрасно. Для людей, которые ведут здоровый образ жизни, этот хлеб must have. Он просто незаменим. Сейчас необходимо дать ему остыть. Как только он будет уже комнатной температуры, можем его резать и сервировать. Сколько же его хранить? При комнатной температуре у вас хранится не менее 5 дней. Если вы его положите в холодильник, закройте его пергаментной бумагой, например, в холодильнике 2 недели. Не менее. Вы можете его заморозить. Это еще 2-3 месяца. Лик энпотейто суп. На основе этого супа вы можете приготовить ирландский чаудер. То есть рыбную похлебку. Ну и конечно же, этот суп может существовать с самостоятельным блюдом. Как я уже говорил, этот суп можно приготовить на овощном бульоне или же на курином. Я сегодня буду готовить на курином бульоне. Я уже сварил его заранее. Вот в этом видео посмотрите, как мы делаем вкусный бульон. Там я готовлю его из утки, но вы можете заменить утку на курицу. Не обязательно его уваривать и делать холодец, как я делал его для чебуреков. Сделайте его, чтобы он все-таки был жиденький. Вот, посмотрите. Красивого цвета, невероятно ароматный. Просто прелесть. Убираю в торопку. Если вы вегетарианец и не кушаете мясо, сделайте овощной бульончик и прекрасный у вас получится супчик. Следующий момент. Давайте поговорим о луке-пурее. Многие в интернете предлагают приготовить этот суп с использованием только белой части. На самом деле я вам скажу информацию из первых рук. Я 8 лет, вы уже многие знают, 8 лет проработал в топовом ресторане ирландском. И мы регулярно готовили луковый суп. На кухне работали только коренные ирландцы, американцы и англичане. Там наших соотечественников не было. Я был единственный шеф на той кухне. Использовать зеленую часть необходимо. Она даст луковому супу вот тот самый аутентичный ирландский вкус. Потому что где сконцентрирован вкус? Конечно же в зелени. Я согласен, что белая часть используется для многих блюд без зелени. Например, в кишах, в соусах. Кстати, мы будем готовить много соусов на основе белой части лука-пурея. Но в нашем супе нам нужно все. Все. Следующий момент. Лук-пурей необходимо очень хорошо помыть. Потому что внутри у него много грязи. Если вы порежете его и сразу начнете готовить суп, вы все испортите. Режем произвольно. Вот, обратите внимание, вот то, о чем я вам говорил. Вот эта земля. Если она попадет вам в суп, она будет просто хрустеть на зубах. Ну, конечно же, вы его просто вылите. Не мойте под проточной водой. Набирайте сразу емкость с водой. И именно в ней и мойте. Иногда лук-пурей бывает очень грязный. Традиционно все овощи моются в холодной воде. Но если вы, допустим, купили лук-пурей и, разрезав его, увидели, что там буквально глина, то, конечно, нужно набирать теплую, даже горячую воду, чтобы его помыть. Ну, для супа, во всяком случае. Все разбираете. Каждый фрагмент. Видите, что я сделал? Нам необходимо, чтобы лишняя влага стекла. Она нам не понадобится, когда мы будем готовить суп. Потому что мы будем лучок обжаривать для того, чтобы он дал свой вкус. Если будет он слишком мокрый, то того эффекта мы не получим. Ну, вот, обратите внимание. Видите, сколько песка? Не помыв этот лук, весь этот песок будет в вашем супе. Две луковицы. Режем достаточно произвольно, потому что у нас будет с вами суп-пюре. Включайте плиту. Грейте кастрюлю, в которой вы будете готовить суп. Вот у меня здесь средняя 5-литровая кастрюля. Я думаю, что у меня получится супа где-то больше половины. Головку чеснока. Также режем произвольно. 2 столовых ложки оливкового масла. Грамм 30-40 сливочного масла. Ирландцы обожают сливочное масло. Они так же, как и французы, очень часто его используют. Пошел лучок, чесночок. Две веточки свежего сельдерея. Поджариваем до приятного золотистого цвета. Несколько веточек тимьяна. Используем только листики. Многие из вас могут у меня спросить, а что тимьян-то? Вроде как травка средиземноморская. Ребята, на самом деле тимьян, розмарин широко растет в Ирландии, в Англии. Используется постоянно. Так что нельзя говорить, что это средиземноморская трава. О, пошел аромат. Красота. Так, вот смотрите. Легкий пошел цвет. Отличный аромат. Лучок. Грамм 100 вина белого. Продолжаем тушить до того момента, когда лук наш станет достаточно мягким. Я вам сейчас объясню, почему я начал с белого лука и чеснока, а потом уже зеленым. Если бы я сейчас положил бы сразу все вместе, то вот того, скажем так, аромата чеснока и лука мы бы с вами не получили. Именно в небольшом количестве овощей и достаточно большого количества жира мы с вами получаем красивый цвет и вот этот выраженный мощный аромат овощей. Сейчас наш супчик уже приобрел тот самый вкус, который нам нужен. Мы сейчас с вами слегка потушим этот лучок в вине, добавим картофель, зальем бульоном и уже будем доводить его до готовности. Готовится он также очень просто. Вот, обратите внимание, что у нас с вами произошло. Прошло минут 7. Наш лучок осел. Вот, какой замечательный соус. Ммм, аромат прелесть, прелесть. Три средних картофелины. Режем точно так же произвольно, но не сильно крупно. Где-то вот ориентировочно такими кусочками. Одну четвертую соли. Я добавил совсем немножко соли, потому что бульон у меня соленый. Я доведу уже соль, перец и все остальные специи позже, когда наш суп будет готов. Буквально щепотку черного перца. Все смешали. Продолжаем тушить вместе с картофелем буквально 2-3 минуты. И отлично, пришло время добавлять бульон. Каждый такой палубник у меня в среднем 100 миллилитров. Раз, два, пять. 700 миллилитров. Вот. Вот этого достаточно. То есть я вижу, что после того, как мы с вами помолим его блендером, у нас получится отличная консистенция. В крайнем случае, если вдруг я почувствую, что наш супчик слишком густоват, я добавлю еще бульон. Итак, давайте доведем наш супчик до кипения. Затем снижаем температуру и варим до готовности картофеля. В процессе варки мы добавим с вами еще лавровый лист. Лаврового листа нам понадобится достаточно много. Я добавлю 4 листочка. Лавровый лист также даст тот самый аутентичный вкус. Тем более, что лавровый лист идеально сочетается с картофелем и луком-пуреем. Наш супчик готов. Лавровый лист выбрасываем. 4 положили, 4 должны убрать. Следующий этап. Мельчим. Я вижу, что мне нужно добавить еще бульона. Добавим еще. На порцию овощей, которые вы видели, я добавил литр бульона. Все, готово. Следующий этап. Нам необходимо его профильтровать. Сетечка, емкость. Вообще, во всех ресторанах, которые, скажем так, уважают себя, суп-пюре всегда обязательно нужно перетереть и профильтровать, чтобы у него была нежная такая шелковистая структура. Вот эти волокна. Видите? Они нам не нужны. Выбрасываем. Я возьму еще одну емкость. Возвращаем все в исходную кастрюлю. Наш базовый суп готов. Теперь на основе этого супа мы с вами сможем делать рыбную похлебку, чаудо, или же сервировать его самостоятельно. Сейчас его необходимо довести до кипения, учитывая, что я добавил туда холодный бульон. Так, чтобы он у нас с вами не скис. Наш хлебушек. Мы сейчас его с вами будем гриловать. Давайте посмотрим. Этот хлеб чем-то напоминает пряник. Видите, он упругий, плотный, но в то же время очень рыхлый. Немножко оливкового масла на сковородку верь. Ну вот, я довел супчик до кипения. Видите, какой цвет? Суп из лука порея должен выглядеть именно так, зеленоватый. Мне было интересно, и я как бы посмотрел, что же предлагают мои братья-ютуберы в качестве ирландского супа, ликен потейто суп. У всех он какого-то белого цвета. Он не должен быть таким. Если вы хотите действительно проверить слова мои, поезжайте в Ирландию, зайдите в хороший паб и посмотрите, какой суп сервируют. Ой, какая красота. Оливковая Оливковая ликен патейту суп готов очень симпатичный вкусный питательный сытный давайте дегустировать наш хлебушек какой о боже мой привкус меда привкус ореха вот знаете вот я сказал что он похож на пряник вот где-то похож на пряник вот вкус хлеба вот совершенно уникальное благодаря невероятному количеству ингредиентов которые мы с вами использовали для создания этого замечательного хлеба плюс отсутствие дрожжей нету этого и знаете вот хмельного вкуса ощущение такое что от кушаешь вот действительно какой-то десерт вот этот хлеб когда вот вы его погрел уйти положите туда сырок моцарелла сверху помидорку просто традиционно в супчик добавляют сливки я много сливок не стал добавлять чуть-чуть добавил кстати вы можете добавить сюда сметану этот суп со сметаной будет тоже прекрасно звучать ирландцы когда кушают на этот суп они обычно хлебушек мажет маслом но я не стал уже маслом делать потому что как бы слишком жирновато будет но они любят жирную еду хотите попробовать вкус ирландии обязательно испеките такой хлеб приготовьте замечательный луковый супчик и сразу все поймете первым делом мы с вами приготовим крутоны тостовый хлеб обрезаем краешки можно не обрезать но это уже привычка ребят в ресторане мы делали только так уж больно публика была привередливая но и потом не забывайте когда работаешь в ресторане смешлин звездой все должно быть очень эстетично красиво и чисто тарелочки должны быть всегда без всяких пятнышек от пальцев горячие всегда мы подаем на горячим холодная только на холодном так делаем симметричные кубики оливковое масло мак в духовку 180 градусов до золотистого цвета сейчас мы с вами приготовим карамелизованную морковь на мелкой терочке одну морковочку трем добавляю пол ложечки сахара сахар у нас с вами выступает приблизительно также как и соль он сейчас выбьет сок нам нужен морковный сок морковь режем на кубики небольшие столовая ложка оливковое масло сковородка горячая морковь соль коричневый сахар грамм 50 сухого вина а это наша морковь которую мы только что натерли и присыпали сахаром мы сейчас с вами усилим вкус моркови добавив морковный сок выпариваем всю жидкость и поджариваем нашу морковочку морковочка наша готова посмотрите она хрустящая слышите хрустит но при этом невероятно полна вкуса и сладенькая и солененькая а то что мы усилили вкус морковки в два раза это вообще бомба в сторонку друзья идем к финишу наш луковый супчик давайте его подогревать нам нужно довести его до кипения а вот посмотрите какие гады мы с вами будем использовать это креветки осьминожки личные моллюски обязательно с чаудр используется копченая рыба это наш копченый лосось посмотрите это видео обязательно приготовьте для себя креветки я буду резать вдоль потому что они слишком большие и будут готовиться дольше чем наши морские гады так пищевод убираем учитывая что мы с вами делаем ресторанную сервировку я отложил вот посмотрите-ка нашу морковочку для украшения немножко нашего копченого лосося сторонку сейчас мы поджарим небольшое количество креветок также для украшения суп почти закипел я добавляю щепотку шафрана шафран изумительно сочетается с морепродуктами с рыбой буквально несколько лепестков шафрана и суп у нас с вами приобретет невероятно благородный и интересный оттенок и так наши морепродуктам добавляем нарезанные креветки я вам уже объяснил зачем я их порезал вдоль потому что видите все эти моллюски они очень маленькие осьминожки маленькие они готовятся буквально за несколько минут и если креветки будут целиком то получится что другие ингредиенты у нас с вами переварятся они будут жесткими нужно нам с вами добиться чтобы все было гармонично мягко и сочно оливковое масло бросаем наши креветки зубчик чеснока столовая ложка белого вина чайная ложечка сливочное масло петрушка как же пахнет мама мия немножко шафрана готово креветки готовятся очень быстро убираю сторонку наш суп закипел порция на двух человек соответственно это будет одного человека раз-два копченая рыба морковочка смешали доводим все это дело до кипения и сразу выключаем изумительно изумительно немножко черного перца я добавлю чуть-чуть чили для характера грамм 50 жирных сливок это похлебка наваристая она должна быть такая плотная укроп попробуем вот знаете если вы любите уху это ваша тема несмотря на то что мы луковый суп сварили на курином бульоне морепродукты полностью перетянули информацию на себя если вы готовите только один чаудер сразу делайте луковый суп на основе рыбного бульона и тогда вы многократно усилите в рыбный вкус если они стали вот жесткими морепродукты видите это говорит что они готовы креветки все они розовые готовы супчик закипел сразу убирайте с огня все он готов и так сервируем ирландский чаудер рыбная похлебка угощайтесь давайте пробовать подвете я поставил крутон и насыпаем лимончик просто изумительно аромат морковочка хрустит морепродукты хрустят мы с вами приготовили суп тюре но тем не менее ингредиенты которые находятся в этой похлебке они не развалены мы сохранили их структуру для любителей ухи для любителей рыбных блюд это та самая интересная тема если вы никогда не пробовали чаудер ирландский мои рекомендации друзья на сегодня все надеюсь что вам было интересно со мной вы что-то узнали новенькое чему-то научились увидимся в следующий понедельник пока